САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Павлюченкова и Дарья Касаткина не смогут побороться за победу на престижном турнире US Open ни в личном разряде, ни в парном. Уроженка Тольятти Дарья не смогла выйти в четвертьфинал, уступив в двух сетах из тонких Каек-Канепи со счетом 4-6-4-6. В парном разряде Дарья, выступая вместе с тезкой Гавриловой из Австралии, зачехлила ракетку также в 1-8 финала. На этой же стадии закончила свое выступление Павлюченкова в паре с француженкой Младенович. А в личном разряде 26-летняя Анастасия не смогла пройти дальше первого раунда. Лада на своем льду уступила к китайскому клубу в очередной встрече КХЛ. Начало игры получилось неудачным для тольяттинцев. В одной из первых смен в борьбе у борта травм получил Семен Валуйский, а на пятой минуте Кайл Чепчура добил ворота хозяев шайбу, отраженную Александром Лазушиным. 0-1. К середине периода хозяева выровняли игру, а во второй половине стартового игрового отрезка создали несколько неплохих моментов у ворот Магнуса Хелберга. Но швед играл надежно. Во втором периоде Лада больше атаковала, гости отвечали резкими контурвыпадами, но счет так и не изменился. А в начале третьего периода Войтек Вольский удвоил преимущество гостей, проворнее остальных сыграв на пятачке. В оставшееся время Лада давила, но все ее выпады разбивались о крепкую оборону гостей. В одном из моментов после броска Георгия Белоусова шайба попала в штангу ворот Хелберга. Не помогла хозяевам и замена голкипера на шестого полевого игрока. 0-2 победа Кунлуни Ред Стар. В ПФЛ, третьем по силе футбольном дивизионе страны, Крылья Сайтов-2 проиграли четвертую игру подряд. Второй состав авиаторов не смог на своем поле взять верх в Волжском дерби против Тольятинской Лады. Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после перерыва гости дважды заставляли капитулировать самарского голкипера. Сейчас Крылья Сайтов-2 занимает в зоне Урал по Волжье ПФЛ 12 место из 14 команд. Определился состав четвертьфиналов Кубка России по пляжному футболу, который проходит в Самаре. Хозяева песков встретятся с Кронштадт-Променадом. Начало встречи 7 сентября в 17 часов 30 минут на Первомайском спуске. Перед этим путевки в полуфинал разыграют в матчах Кристалл-Новатор, Дельта-ЦСК, а также в московском дерби Локомотив-Спартак. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова